С первыми желтыми листьями и холодными дождями многим людям становится тоскливо и все валится из рук. Так начинается осенняя хандра. Главная причина этого состояния – недостаток света. Солнечное голодание снижает жизненный тонус, из-за чего некоторые люди становятся вялыми, заторможенными, испытывают эмоциональный дискомфорт. Первое, если мы говорим о том, что меняется световой день, значит, важно окружить себя каким-то ярким светом. Наверное, об этом нужно позаботиться самому. И, может быть, больше освещения. Если есть, выдается солнечные осенние дни, побольше гулять, наслаждаться этими осенними днями. Осеннюю хандру можно прогнать и с помощью ярких красок. Ученые доказали, что цвета действуют на человека по-разному. Одни успокаивают и настраивают на позитивный лад, другие, наоборот, возбуждают и обостряют чувства. Например, оранжевый поднимает настроение, фиолетовый – это цвет воодушевления, красный – символизирует энергию и творчество. Вот подумайте, где вы можете расставить такие цветовые акценты, на которые бы вы как-то поглядывали, которые были в поле зрения. Они действительно будут очень поддерживать и вдохновлять. Елизавета Пичугина любит ярко одеваться. Она считает, что осенью – это главный способ в борьбе с тоской и унынием. Настроиться на позитивный лад ей также помогают музыка, любимые фильмы и хобби. Но радость живого общения, по мнению девушки, ничто не может заменить. Побольше гулять и проводить время с друзьями – это, мне кажется, самое лучшее, что может быть в осенних хандре, способы. Потому что друзья не всегда веселят. Психологи советуют не зацикливаться на смене времен года и непогоде, а использовать этот период для того, чтобы успокоиться от бешеного ритма, сделать определенные выводы, помечтать и двигаться дальше навстречу новым впечатлениям. Превратить свою жизнь в праздник можно даже осенью. И способов для этого много. Елена Грискова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.